Реалити-шоу увлечённо следят не только в Китае. Большая прогулка большой слоновьей семьи, сбежавшей с заповедником Иньянзы и отправившейся по лишь ей известному маршруту. Особая порция умиления трём слонятам, что с удовольствием плещутся в листых ручьях, жуют бамбук и карабкаются в горы. Вот только заблудившиеся азиатские слоны не прочь заглянуть и в деревни, просовывая хоботы в окна и двери. Выхожу на улицу, а тут слон. Большой-пребольшой, три метра ростом. Знаете, как страшно стало? А слонёнок был, так он испугался. И как побежит, прямо в забор к нам с перепугу впечатался. Они потом ещё весь день по деревне бродили. За полтора месяца, что стадо активно шагает по провинции Юнань, до этого животные хоть и мигрировали хаотично, но хотя бы в границах заповедника, они изрядно потрепали нервы местным жителям. Ведь так далеко они ещё не заходили. Сплю я на чердаке, а там шум какой-то. Смотрю в окно, а там два огромных слона. А они трубят, зовут остальных поесть. Звони о старости деревни, а тот мне сиди спокойно, не привлекай внимания. За 500 пройденных километров были оживлённые магистрали, или вот ночной визит в автосалон, и попутно вытоптанные чайные и рисовые плантации более чем на миллион долларов. Специалисты гадают, то ли слоны сбежали, потому что им не хватало еды, то ли наоборот от слишком хорошей жизни. Ведь меры по охране диких животных в Китае привели к росту их популяции. И в привычной среде обитания краснокнижным азиатским слонам стало просто тесно. Вот и идут на север, а вместе с ними с полтысячи полицейских, экологов и просто добровольцев. Причём усыпить слонов и отвезти их обратно в заповедник нельзя. Проснувшись и придя в себя, животные припомнят это человеку. Мы думали, как увезти их от жилых районов. Силы действовать нельзя, иначе они станут агрессивными и могут быть жертвы. Поэтому мы просто приманиваем их едой. Тактика не сработала. Слоны с удовольствием жуют всё, что им оставляют. Один даже умял центнер винного жмыха, после чего опьянел и проспал отход сородичей. Но идут, как и шли. На всякий случай на трассах выставили барьеры из грузовиков. Нас полиция попросила помочь, чтобы заблокировать дорогу. Пока нужен, буду тут стоять. А отряды народной милиции продолжают видеонаблюдение с дронов, чтобы в случае чего предупредить о незваных гостях. Сейчас слоны уже вплотную подобрались к многомиллионному Куньмину, столице провинции Юнань. Но появление их в городских джунглях одинаково опасно. И для жителей, и для самих гигантских путешественников. Отчего сегодняшний их привал в пригороде. Многие воспринялись облегчением и даже надеждой. А вдруг после отдыха те захотят вернуться обратно. Кадры привала за день собрали 20 миллионов просмотров. Маленький слоненок, он родился как раз во время похода, ползает по спящим взрослым. И это тот случай, когда интернет-пользователи не торопят с развязкой, ожидая продолжения реалити-шоу. Александр Борисович.